Осторожно, мошенники! В период карантина аферисты неплохо обогатились за счет доверчивых пользователей банковских и интернет-услуг. Массовую волну денежных обманом спровоцировал карантин. Некоторые одесситы впервые начали использовать безналичный расчет, в том числе в интернете. Самые распространенные схемы аферистов – это поддельные веб-сайты и телефонное мошенничество. Банковские сотрудники предупреждают – в любых подозрительных случаях нужно сразу связываться с операторами вашего финучреждения. Из наиболее распространенных средств – это социальная инженерия. Это, как всегда, самая топовая позиция – это выманивание информации у клиента для того, чтобы совершить операцию с его картой. То есть это звонок от службы безопасности банка якобы, это звонок от псевдоконтакт-центра. Это сообщение о том, что ваша карта заблокирована, о том, что вы выиграли приз. Дальше следует просьба уточнить данные вашей платежной карты. А для того, чтобы информацию зафиксировать, просят сообщить код подтверждения, который придет на ваш мобильный телефон. Никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно говорить данные своей карт людям, которых вы не знаете, даже если они представляются сотрудниками банка. Сотрудники банка никогда не звонят и не спрашивают у своих клиентов личные данные, данные платежных карт. Также еще один очень распространенный способ – это фишинговые сайты. То есть когда человеку нужно перевести средства, он пользуется ресурсами в интернете. Попадая на сайты незнакомых компаний, небанковских учреждений, клиент вводит данные карты своей как отправителя, карту получателя. Дальше фишинговый сайт подставляет, номер карты другой, и деньги уходят соответственно мошенникам.